Привет, дорогие друзья! В рамках одной операции, мероприятия, наверное, посетил соцсети Кракена. Кракен, вы помните, это те самые, о постоянных уничтожениях которых отчитывается Минобороны Российской Федерации. Кракен состоит из вымогателей, ракетеров, разного уровня, неонацистов и так далее. Короче, весь цвет собрался. И сначала я посмотрел там спецоперацию, они выложили видео, как они там что-то освобождают. Я долго смотрел, как они стреляли в пустоту, стреляли, стреляли, стреляли по машинам. А потом показали труп один валяющийся, явно не первой свежести, он там лежит уже не знаю сколько месяцев. И вторую расстрелянную гражданскую машину, и в ней тоже труп. Я не понял, кого они на самом деле расстреляли и что это было. Смею просто надеяться, что они не убили реально этих людей, что эти люди были реально убиты до них. Может быть в результате чего-то другого, потому что для отчета снимать видосики, на которых стреляешь по мирным, ну это как-то передоз даже для нынешней Украины. Ну конечно они там расписывают, что это отряд российский, там внедрился и все такое. Но убежал, а вот это вот они убили кого-то. В общем, ну я еще там кое-что увидел, очень интересно. Ну и там постоянно пришлите нам денег, там все. Вот что я увидел. Спец подразделения Кракен вместе с волонтерами постоянных партнеров Саппорт Азов, французской организации Урхенцы Гуманитарии, провезли гуманитарную помощь, продуктовые наборы жителей Купенского района. Ну то есть сначала мы расстреливаем жителей Купенского района, сбрасываем их в яму, а потом привозим наборы. Я, к слову, за эту яму, да, Российская Федерация, я так понимаю, не настаивает на международном расследовании, а больше некому настаивать. Но я же смотрю, что это за волонтеры. Вот смотрю на их лица французские и думаю, надо, наверное, им просто как-то их немножко прославить, потому что они помогают нацистам. Я даже представить себе не мог на самом деле, что это за люди. Потому что я пошел на их сайт, это у меня автопереводчик, доставка еды, медицинское оборудование, жертвы войны в Украине. Вот здесь стоят эти люди, с ними бабушка, команда урхенцы хуманитари, состоит из французов, которые трататам. И вот здесь вот их, ну типа, страны, в которых они работают. Ёпта, не нажимается. То есть это все неактивно, ты не можешь туда перейти, ни в Армению, ни в Украину, ни в Афганистан. Картинки есть, нуждаемся, но тут донаты, это все понятно. Далее, сделать пожертвования, тоже нерабочие. Партнерство, нерабочие. Получить информацию, нерабочие. То есть весь сайт нерабочий. Обратите внимание, ну какие-то молодые люди здесь, фотографии, детей, типа все, наши миссии. Но обычно, когда переходишь, нажимаешь, не, нифига ты не нажмешь. Создается полнейшее впечатление, что этот сайт сделан просто как для отвода глав. Вот. Задания, прямые задания. Отчеты только из Украины. Вон мужик с пакетиком, машина с двумя пакетами. Стоят эти люди, мы потом еще обратим внимание отдельно на эту фотографию. Вот, какой-то склад. Ну все очень как-то, как-то оно все, что-то здесь как-то не то. Я вот когда смотрел за этим всем, создавалось впечатление чего-то, ну, необычного. Я не встречал такие сайты. По-любому, хоть какие-то отчеты должны быть сделаны, ну а какой смысл для создания этого сайта, да? Ну, я смотрю, ничего нет. Ничего нет из того, что обычно размещается на сайтах благотворительных организаций. Фоточки там с пакетиком, там с пакетиком. Как, вроде как, прикрытие какое-то, думаю. Ну, может, на шифровал? У них же есть соцсети. Пойдем в соцсети. Переходим на Facebook. Ага. 370 человек. Сколько накрутили, столько накрутили. Судя по лайкам этих постов, вот они покупают воду, к примеру, да, воду. Не очень как-то все. Все как-то не очень. Но при этом, о, вот смотрите, вот это вот, наверное, самая мощная гуманитарная миссия. Трусы и рубашка лежат на песке, никто не плывет по опасной реке. Переходим на Twitter. На Twitterе 19 читателей. Что за организация такая странная? То же самое все, плюс ссылки на некие издания. Ну, некие, я говорю, на самом деле на одно. На одно СМИ. Давайте. О, машина. Итак, наш фургон битком набит. Мы направляемся во Львов, потом в Киев. Оказать моральную поддержку. Но если мы присматриваемся, то понимаем, что не битком набит. И стоят какие-то штуки. Ну, мне показалось, на сейф похоже ли на стиральную машину. Я не знаю, что это. Возможно, действительно какое-то оборудование. Но все это как-то мне, ну вот, странно. Вам не кажется это все странным? Начинаем смотреть, когда создана эта благотворительная организация. А она создана, ну вот, 10 марта. Это отличная инициатива, которую только что запустила ассоциация «Неотложная гуманитарная помощь». И СМИ. Наконец-то мы идем на СМИ, в котором постоянно пишут про эту гуманитарную организацию. Переходим к ним на сайт. Это СМИ. Начинаем читать. Сразу же по первым статьям, сразу бросается в глаза, что-то тоже не то. Открываю статью, которая находится на главной. Пусть возвращаются в Африку. И что? Оказывается, это статья про абсолютно дичайший случай, который случился у них в их собрании. Там депутат один крикнул другому, чернокожему, возвращайся в Африку. Он закричал. Так, нет большего греха для человека, чем расизм. Вы можете предаваться самым фантастическим извращениям, но пока вы как белый человек не проявите расизма, типа, вы не проявили ничего страшного. Это не стебут, что типа, вот смотрите, что расизм, ничего страшного. В этот четверг депутат РН произнес безобидную фразу. Во время выступления коллеги стремящегося заставить нас плакать на судьбой захватчиков. Имеется ввиду захватчиков, это тех, кто прибывает во Францию. И вот эти мерзкие захватчики туда прибывают. Депутат выступает, а он чернокожий. И ему второй кричит, возвращайся в свою Африку. Случай, конечно, ну, жесть. И здесь в этой статье пишется, что истерика. Что на самом деле это истерика. А что здесь такого? Вот этот парень чернокожий. Он выступает. А второй ему крикнул. Возвращайся в свою Африку. Дальше они доказывают, что расизм на самом деле еще больше распространен среди цветных. Чернокожие всякие, арабы проявляют расизм. Тут очень хорошо расписано о том, что, к примеру, азиаты, они очень завистливы. И тоже очень сильно большие расисты. Вот такая вот статья. Я понимаю, что это за ресурс. Все-таки перехожу для того, чтобы уточнить. И это крайне правый веб-сайт, посвященный идентичности, регулярно распространяющий ложную информацию. Был создан в 2013 году. Это ультраправый сайт, на котором публикуются материалы такого же характера. Можно было на этом и закончить. И сказать, ну вот вы видите, подтверждение тому, что это неонацисты, в принципе, получено. Да, это неонаци, конечно же. И я сначала думал, что они пытаются как-то легализировать себя за счет того, что вот смотрите, французские какие-то благотворители нам помогают. Но мы уже понимаем, что это за французские благотворители или не понимаем. Потому что большой интерес французских благотворителей, которые создали сайт, пустышку, фотографируются с одним пакетом с двумя, может заключаться не в том, что они привозят в Украину, а в том, что они увозят из Украины, учитывая то, какому сообществу они принадлежат. И я такой себе думаю, а возможен ли вариант, что под видом гуманитарных организаций в Украине работают организации крайне правого толка, к примеру, экстремистские и террористические организации, которые вывозят из Украины оружие, которое им за деньги поставляется представителями тех самых добровольческих батальонов, которые не впервые в своей истории торгуют оружием. Мы помним прекрасную историю с французом, который желал купить оружие, которого сдал один из членов батальона на то время Азов. Он его сдал в СБУ, он думал, что делает что-то хорошее, но он поломал игру другим людям, и в итоге, вы представляете, он покончил с собой, предварительно убив свою жену и маленького ребенка, задушив. А после этого он отправился и сбросился вниз с элеватора. Как бы в назидание. Это не единственный, кстати, случай, когда предавший вот эти вот идеалы в итоге кончает с собой, убивая всю свою семью. Ну вот и все, в принципе. Я порассуждал. Я не говорю, что это так оно и есть. Но вот все как-то мне кажется все-таки подозрительным. И согласитесь, наверное, логика в моем предположении имеется. Пока.